В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Зелень – это хорошо, это нам кислород, нам дышать, нам чище. Новая зеленая зона. Вдоль улицы Крылова высадили аллею из сосен. Примите самые искренние поздравления с этим торжественным и славным юбилеем. История длиною в 75 лет. Школа в поселке Виноградом отмечает юбилей. Очень интересно показать наш край, его нюансы, его фишки. Вместе с нами по Кубани в литературной кофейне состоялась презентация новой книги анапского писателя Сергея Левина. И начнем с главного – газификации, перебои с электричеством, ремонт дорог и развитие коммунальной инфраструктуры в целом. Это основные вопросы, с которыми обратились инопчане к главе города. Юрий Поляков провел прием граждан по личным вопросам. О проблемах и решениях в нашем материале. Вопросы газификации стабильно в тройке самых актуальных. Инициативная группа из села Юровка обратилась к главе со своей проблемой. Проживают они на улице Кубанской и уже несколько лет пытаются добиться, чтобы в их дома пришло голубое топливо. Однако техусловия акционерное общество «Газпром» газораспределения «Краснодар» не выдает. Существующего давления в сетях недостаточно, чтобы подключить новых абонентов. Юрий Поляков дал поручение обратиться в Край с просьбой о корректировке схемы газификации и увеличении мощности. А вот вторую проблему селян решили на месте. Улице Кубанской давно нужен ямочный ремонт. Сейчас у нас контракт есть, мы сейчас будем делать ямочный ремонт. Значит, Юра, где надо сделать, какая улица? Кубанская. Улица Кубанская. Что мы делаем? О перебоях со светом в домах по улице Солнечной рассказали главе Анапы, жительницы Субсеха. Причина – старая трансформаторная подстанция. Долгое время она была бесхозной, и это не единичный случай. По поручению Юрия Полякова администрация неоднократно обращалась в различные инстанции с настоятельной просьбой решить эту проблему. И результат есть. С ноября начат процесс передачи более ста брошенных подстанций на баланс Кубанинерго. Когда он будет завершен, предприятие получит право направлять средства на их ремонт и реконструкцию. Будет сформирован план-график ремонтных работ, и Кубанинерго начнет приводить подстанции в нормальное состояние. Эта информация, я думаю, она уже есть везде. Везде. Сейчас дело за малым, да? Сделать ревизию и протянуть новые линии, и усилить трансформаторы. Помимо проблемных вопросов были и предложения. Юрию Полякову представили проект реконструкции стадиона в селе Цибанабалка. Инвестор готов взять территорию в аренду и построить там современный спорткомплекс. Глава Анапы отметил, что это не должен быть в чистом виде коммерческий проект. Жители муниципалитета должны иметь возможность заниматься там на льготных условиях, а дети – бесплатно. Сейчас проект направлен на рассмотрение в структурные подразделения администрации. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Всем быть готовыми к зиме. Такое распоряжение дал губернатор Кубани, глава муниципальных образований. На селекторном совещании Вениамин Кондратьев дал оценку работы коммунальных служб. Прошедшие в крае заморские снегопады показали слабые места. К примеру, в Армавире на трассе «Кавказ» более 700 автомобилей попали в снежные заносы. В пункты обогрева обратились 166 человек. Машины стоят, водители пытаются что-то сделать, но на дороге ничего не делают. Замечания по организации работы получили и другие муниципалитеты края. Анапа в их число не вошла. В нашем городе коммунальные службы во время недавнего похолодания работали оперативно, что позволило избежать возникновения чрезвычайной ситуации. В Анапе появится новая аллея. В рамках поручения главы курорта Юрия Полякова продолжается акция по озеленению города. К ней присоединились и неравнодушные анапчане, и представители бизнеса. Теперь зеленый наряд примерит на себя улицы Крылова. Здесь появится более двух десятков сосен. За ходом работ наблюдала наша съемочная группа. Вес одного такого саженца с землей и корнями почти 3 центнера. При посадке используется тяжелая техника. Высота этих сосен почти 3 метра. Возраст 4 года. Сейчас один из городских застройщиков производит озеленение вдоль улицы Крылова. Сосны привезли из питомника с Крымска. Сейчас подвезли 10 штук. После обеда еще 10 подвезут. И будем по улице Крылова делать озеленение. На посадку одного дерева уходит порядка 30 минут. Нужно не только правильно расположить саженец в лунке. Деревья должны образовать аллею. Когда городские коммунальщики расширяли улицу, параллельно сделали новый тротуар и отсыпали полметра плодородной почвы. Как раз для озеленения. С временными неудобствами жители готовы мириться. Ведь теперь у них будет своя сосновая аллея. Конечно, очень положительно. Потому что зелень – это хорошо. Это нам кислород, нам дышать, нам чище. Мало того, что нам море дает богатство для здоровья. А тут еще и озеленение – это очень здорово. Это вообще, потому что сейчас как бы мало наблюдается. А озеленение сейчас – это большой плюс мэру. Новая аллея пройдет практически вдоль всей улицы Крылова. Всего 25 зеленых красавиц. После высадки деревьев агрономы засеют газоны декоративной травой. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Серебро туристического рейтинга у анапских пляжей в Джимите. Аналитическое агентство Турстат озвучило результаты исследований популярности пляжей российских курортов в 2018 году. Для оценки пляжей учитывались частота воды в море и самого пляжа, наличие удобств, лежаки, туалет, душ, а также работа службы спасения, доступ к городской инфраструктуре и отзывы в интернете. В первую десятку также вошли пляжи, расположенные в Ялте, Феодосии, Сочи, Новороссийске, Калининграде и пляж на озере Байкал. Отметим, что пляжи в Джимите также попали в число легендарных в России. Топ был составлен национальным туристическим порталом Russia Travel. В этом году большинство прибрежных зон отдыха в Анапе пережили ребрендинг. Теперь пляжи курорта в белом цвете, улучшенная инфраструктура зон отдыха, уделяется вниманию вопросам безопасности. На пляжах стало чище, что не раз отмечали отдыхающие. А центральный пляж Анапы стал победителем престижной краевой премии «Курортный Олимп». И к другим темам. Итоги за год подвели на заседании антинаркотической комиссии. Удалось достичь довольно высоких результатов. Главным образом, благодаря совместной работе полиции, казачества, глав округов и, конечно, общественников. Подробнее в нашем сюжете. Чтобы найти дикорастущую коноплю, в поселках и хуторах организовывали рейдовые группы. Операция МАК проводилась в пять этапов с июня до конца сентября. По статистике рейдов, самое большое количество конопли было ликвидировано в Первомайском сельском округе. Содействие полиции оказывали заповеднику Триш, лесопожарный центр, а также местные жители. Привлекли в этом году общество охотников и рыболов наше местное. Как-то не обращали на это внимания. На самом деле полезная получилась вещь. Много охотников, много рыбаков ходят, смотрят, видят. То есть очень много полезной информации было получено именно из этого общества. Я думаю, что в дальнейшем будем также привлекать их. Также антинаркотическая комиссия подвела итоги всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». На телефон доверия поступило около 30 сообщений о подобных фактах. Рейдовые группы стирали со стен домов подозрительные номера и рекламу. Проверяли общественные места и центральные улицы города. С детьми, находящимися на профилактическом наблюдении у нарколога и семьями, попавшими в трудное положение, социальные службы провели разъяснительные беседы. Правильно, Алексей Владимирович, заметил, что это межведомственная комиссия. Все наши ведомства, которые находятся на территории муниципального образования, должны сплотиться, сноценироваться и работать в одном направлении. Все вместе. Статистика – упрямая вещь. Сегодня по статистике лучше всех отработал первомайский сельский город. А хотелось бы, чтобы все подтянулись. Помощь оказали и члены ТОС. Они расклеивали по городу листовки и рассказывали местным жителям об акциях. По их мнению, нужно предоставлять подросткам альтернативу. Регулярно в сельских клубах и на детских площадках руководители ТОС организуют праздники, концерты, а также спортивные соревнования для детей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. 75 лет исполнилось школе в поселке Виноградном. В 43-м году, сразу после освобождения округа от немецко-фашистских захватчиков, местные жители приняли решение – дети должны учиться. Невзирая на трудности военного времени, для школы было выделено здание почты. Именно в нем располагались начальные классы. За 75 лет школа преобразилась до неузнаваемости. Такой необычный подарок приготовили ученики 11-го класса. Из найденных в архивах фотографий старшеклассники сделали своеобразную летопись школы. Глядя на черно-белые снимки, датированные концом 60-х годов, можно сразу узнать фасад здания. По словам педагогов, с каждым годом школа становится только лучше. Пополняется учительский состав, кабинет обеспечивают современным оборудованием. Школа – это семья такая наша, даже не маленькая, а большая наша семья. Она дала мне новых друзей, новых знакомых, конечно же, знания. Мы все дружим, также мы дружим очень сильно с учителями. Мы подходим к ним за советами, с какими-либо просьбами, в трудных ситуациях жизненных. Также всегда учителя нам помогают. Сейчас в школе номер 9 учатся почти 700 детей. Помимо обязательной учебной программы, здесь организовано дополнительное занятие. Каждый может выбрать себе занятие по душе. Наша школа является пилотным проектом по внедрению федеральных стандартов обучения, государственных стандартов. Уже 10 лет мы внедряем этот государственный стандарт. В стандарте уже учатся даже наши 11-классники. А в связи с этим это, конечно, внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность, кружками по различным интересам и направлениям заняты 100% учащихся в нашей школе. Самбо, бокс, художественная студия и кружок рукоделия – это далеко не полный список кружков. Школу славят ее ученики. В этом году юные спортсменки стали кандидатами на участие в Олимпиаде молодежи по пляжному волейболу. А образцовый вокальный коллектив «Мы вместе», в состав которого входит воспитанница девятой школы, выступает на сельских и городских праздниках. В честь юбилея руководству подарили мультимедийный комплекс и спортивный инвентарь. Разрешите мне от имени главы муниципального образования город-курорт Анапа Юрия Федоровича Полякова поздравить школу, в первую очередь, с таким знаменательным событием. Это три четверти века, юбилей. И разрешите зачитать приветственный адрес. Дорогие учителя, обучающиеся и родители, сегодня в вашей школе исполняется 75 лет. Примите самые искренние поздравления с этим торжественным и славным юбилеем. Сердечно поздравляю вас всех с юбилеем. Желаем всему коллективу школы крепкого здоровья, высокого профессионализма, настойчивости и терпения в деле воспитания подрастающего поколения. В этом году администрация помогла в ремонте школы. На третьем этаже здания положили 250 метров новой плитки. Поддержку оказывают и спонсоры. На их деньги был сделан ремонт спортзала, установлено новое ограждение школы. Уже в следующем году планируется отремонтировать старое здание, в котором сейчас находятся мастерские. Проект уже готов и находится на утверждении. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Вместе с нами по Кубани. Так называется новое произведение анапского писателя Сергея Левина, презентация которого состоялась и в минувшие выходные в литературной кофейне. Светлой, искрящейся радостью книга станет великолепным подарком и для детей, и для взрослых. Об истории, наполненной самыми необычными событиями и приключениями в сюжете. У нас семейное путешествие. Мы Кубань изучаем. Кубунь? Какую такую Кубунь? Искривилось лицо пирата. Не Кубунь, а Кубань, поправил мальчик. Погоди, Шкет. А разве это не Гарибское море? Из-под пера известного российского прозаика и поэта, члена Союза писателей России Сергея Левина, уже выходили книги для детей. Маленьким читателям хорошо известны такие замечательные произведения, как «Приключения черноморского дельфиненка» и «Сборник послесказия». Вместе с нами по Кубани – это повесть о путешествии тамбовской семьи по Краснодарскому краю. Выбор географической привязки не случайен. Сергей сам родом из Тамбова, но вот уже больше 20 лет живет на Кубани. Мне казалось, что глазами тамбовчан, которые ни разу не бывали на Кубани, очень интересно показать наш край, его нюансы, его фишки, его самые яркие какие-то достопримечательности. Именно глазами людей, которые ни разу здесь не были. Это была моя главная цель, и я надеюсь, что она выполнена. Сергей безошибочно выбрал самые значимые достопримечательности описываемых городов. В Краснодаре Зайцевых встретит казак Петр Тимофеевич, в Сочи путешественники посетят Олимпийский парк. Яхта «Звездочка» промчит семью по волнам Черного моря. На ее борту Зайцева отправится в Геленджик и знаменитый Сафари-парк. В Анапе познакомится с историческим музеем Горгипия, а завершит путешествие в веселый праздник – фестиваль вареников в казачьей станице Атамань. Огромную поддержку при создании книги оказал анапский художник Илья Копанев. Яркие, красочные иллюстрации рассказывают о жизни Краснодарского края как в современном образе, так и в культурном наследии. Книга получилась действительно очень необычной, интересной и познавательной. Для меня это вообще изумительный вечер, такой классный вход в зиму. Вспомнить лето, такая перезагрузка для взрослого человека, окунуться в мир детской литературы и классной детской литературы, зажигательной, юмористической. Такие реалистичные персонажи в то же время. Ты действительно немножко сам становишься ребенком, и от этого тебе счастливее становится. В завершение литературного вечера все поклонники творчества Сергея Левина смогли получить экземпляры книги, подписанные рукой самого автора. В скором будущем повесть появится и в городских библиотеках города. Каждый желающий сможет познакомиться с забавными приключениями семьи Зайцевых. Руслан Душевский, Анапа-регион. Сегодня Анапа прощалась с Геннадием Семеновичем Демурчевым. Депутат муниципального совета, председатель комитета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса ушел из жизни после продолжительной болезни. Анапчане знали Геннадия Семеновича не только как депутата, но и руководителя агрофирмы «Гастагай», мецената, человека с отзывчивым сердцем и открытой душой. Глава города-курорта Анапа Юрий Поляков и председатель совета муниципального образования Леонид Кочетов и коллектив нашей телерадиокомпании выражают глубокие соболезнования всем родным и близким Геннадия Семеновича Демурчева. Светлая память о нем всегда будет жить в сердцах анапчан. А далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего 1500 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова